Ну и всем привет, дорогие друзья! С вами канал The Top Gamer, я Димон, и сегодня я записываю новый ролик на мой канал, спустя месяц. Итак, я записываю такую игрушку под названием Stand Off 2, возможно вы о ней уже слышали. Это, как говорят многие ютуберы-миллионники, самый лучший клон CSGO. Итак, сейчас я вам покажу интерфейс и что такое. Вот тут у нас, внизу, слева, это у нас почта. Само собой, вы можете переписываться со всеми друзьями, которые у вас есть. Чуть выше настройки. Тут вы можете почитать, поглядеть, настроить всё под ваше устройство, чтобы ничего не лагало. Также здесь есть кнопочка кастомизация. Здесь вы можете под себя всё подобрать, где какие кнопки будут. Я сейчас могу немножко поправить кнопку присесть, потому что она у меня немножко стоит не по плану, то есть криво. Так, чуть выше у нас друзья, само собой. Заявки заблокированные. Найти друзей, вы можете меня также найти. И это мои общие друзья. Вот, если что, сейчас я вам покажу, если кто не понял. Вот мой ник и вот мой ID. Вы можете меня найти, добавить друзья. У меня уже 120 друзей. И как вы думаете, как я так быстро набрал такое количество друзей? Просто я рассылал текст во всех играх, которые я играл. То, что, типа, давайте добавляйте с комменты друзья, чтобы я создал группу фанатов этой игры в Дискорде. И, собственно, как мы видим, уже 120 плюс людей откликнулись на моё сообщение. Довольно немаленькое количество, я должен сказать. Итак, у меня, как вы видите, шестой левел. И я вам показываю следующую колонку. Это колонка кланов. Кланы только разрабатываются. Ждём в следующих обновлениях. Чуть выше у нас, это у нас инвертар. Здесь мы можем видеть все скины, которые мы выбили. Сейчас мне больше всего нравится вот этот скин. Ну и вот этот неплохой. А какие скины у вас? Пишите в комментариях. Ну и тут у нас магазин. За золотые монетки, или же за голду. Это у нас донатные кейсы. Только за донатив как минимум 120 рублей, мы можем открыть один такой кейс. И попытаться выбить керамбиты. Конечно, шанс, само собой, на них почти нулевой. Также здесь есть, как мы видим, довольно топовые скинчики. Но это, само собой, донатный кейс и так понятно. Сейчас я вам покажу содержание вот этих вот остальных кейсов. Из бесплатного кейса, чтобы выпал вот этот, например, скин, эта вероятность вообще нулевая, практически. Чуть выше у нас, так, давайте это двинем, это у нас статистика. Как мы видим, КД у меня 0,59. То есть у меня смертель 1000 на 600 убийств. И самое, 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 главное меню, это у нас меню главное. Блин, тавтология какая-то получилась. Здесь у нас все только за донат. Мы покупаем, тратим денежку и получаем какой-либо скинчик. Ну, само собой, такой вот ножик, это эксклюзив, он не будет в кейс. Это уж и так понятно. Как мы видим, у меня сейчас 48 монеток. Давайте попытаемся заработать немножко монеточек. Итак, как мы видим, у нас тут три режима. Командный бой, закладка бомбы и гонка вооружений. Сегодня я записываю первую часть ролика, то есть я вам покажу командный бой. Во второй части я вам покажу закладку бомбы. А в третьей, само собой, гонка вооружений. И если мы под этим роликом наберем 5 лайков, то тогда я задоначу в эту игру 120 рубликов, куплю вот это вот 100 голды и открою один вот этот вот кейс и попытаюсь выбить керамбит. Конечно, я видел в интернете открытие кейсов и люди открывают 60-70 этих кейсов донатных и не выбивают оттуда керамбит. А тут я надеюсь на одного выбить. Ну, конечно, шансы всегда есть, но они мизерные. Итак, давайте уже не будем тянуть, погнали! Ну, а если за эти три части роликов вы наберете в общей сумме 15 лайков, я запущу стрим по этой игре и вместе с вами мы поиграем. Я вам показал мой ID и мой ник. Добавляйте ко мне в друзья. И если вы отправили заявку, сразу мне напишите, если даже не онлайн. Потому что типа я твой подписчик, добавь в друзья, я хочу с тобой вместе поиграть. Чтобы я сразу знал, кто ты есть. А то может быть какой-нибудь рандомный чел. Просто набрал ID по рандому, рандомный ник и меня нашел. Итак, у нас идет загрузочка. Так, увидим, здесь можно, как настоящий кейс гоу, выбрать команду, за которую я буду играть. Спецназ, либо же террористы. Максимум в каждой команде по 5 человек. Поэтому мне придется занять последнюю ячейку в террористах. Так, мы можем закупаться. Тут мы видим различные виды оружия. Поскольку 3 секунды до конца закупки, я долго показывать вам это не смогу. Ну и что, давайте я вам сейчас покажу, как я играю. Офигенно! Один килл есть. Так, здесь у нас тупик. Блин, иди, беги! Ееее, я уложил этого чувака. И меня уложили с аркусика. Также я вот такой вот тактикой действую. Я гляжу на ники, если здесь есть русские ники, я просто нажимаю добавить в друзья. Ну и в принципе, так вот это все работает. Как я уже сказал, добавляйтесь ко мне в друзья. И будет все зашибись. Я по сидячему человеку попасть не могу. Пипец! Управление, конечно, здесь без... Вообще, нулевая немножко наводка. Блин. Вообще, нет наводки. Чисто свой скил. И тут нужно... Вообще, пипец, какой навык иметь. Так, там чел сидит. Челси. Давай! Вдохни! Еее, уложил еще одного. Как мы видим, террористы ушли в плюсе к 92-93 очка по сравнению с спецназом. Да ты за... Блин, закончись по трошке. По сравнению с спецназом. Мы довольны в плюсе. То есть шанс на победу всегда имеется. Итак, и так, и так, и так, бежим. А, вот уже раунд, к сожалению, закончился. Я на последнем месте. Ну, я зашел как раз в последнюю треть катки. И, соответственно, человек мог успеть. Надеюсь, ну, хотя бы три монетки, хотя бы пять дадут. Удача плюс 50. Дичь. Вообще. Удача 20, удача 50. Иногда бывает за удачу скин дает. Это вообще дичь. Какой-то блогмен ютуб. Еще один блогмен ютуб. Ну, я не знаю этого чувака, к сожалению. Так, мы все выбрали тренинг outside, тренировочное типа поле. Ну, я не может, у меня плохое знание английского, так что, если я неправильно перевел, поправьте меня в комментарии. Так, у нас тут статистики я уже показал. Вы уже поглядите, что я на последнем месте. Ну, и ладно. У нас сейчас ожидание следующего матча. И мы погнали в следующую катку. Я думаю, ролик будет примерно 20 минут. Я сыграю сейчас эту одну каточку или две. И я думаю, ролик можно будет закончить. Как раз такой обзорчик командового боя. По-моему, я выбрал эту колоночку. Командового... Режима командового боя. Вот так вот. Я выбрал. Как раз будет обзорчик. Блин, как-то не могу составить уже предложение. Ну, ладно. Итак, что у нас тут? Блогмен ютуб, все же я добавлю. Аликс Рояль тоже добавлю. Какой-то шеншной, непонятный ник. В общем, и Спанч Боба я тоже добавлю. Как бы это странно не звучало. У нас тут разминка, то есть сейчас очки никуда никому не идут. Патрохи. Патрохи закончились. Итак, я же покажу вооружение. Здесь мы увидим из блоки, дробаш, юмпик, пи-90 и все различные эмочки. Вы можете их закупаться. В режиме команды бой вы можете закупаться без всяких проблем, потому что здесь бесконечные деньги. Так, давайте уйдем с поля огня этого человека. И уничтожим его. Нет, не уничтожим. А нет, все же уничтожим. Да блин, давай ты уже убейся, Патрохи. Блин, не сумел я его, к сожалению, уложить. Так, тут у нас сразу идет респавн. И давайте же уничтожим и этого вон того чувака. О, он, Савика. Он мне 7 хп оставил в покойную. Так, пусть он тут сбоку нас, к нам не заходит. Блин, я думал, он меня не заметит. Но там пришел еще один чел и получилась дичь. Так, давайте, вот тут уже три чела. Они вот тут сидят, вот тут так контролируют. А я займу вот тут такую вот позицию, чтобы, к счастью, хотя бы сказать, к сожалению, никто сюда не зашел. Какой-нибудь незваный гость. Будем пасти в ход. Чувак, ты что? Ты что? В смысле? Я отвлекся на него и меня спанчбоб уничтожил. Блин, спанчбоб, как ты так мог, а? Сейчас они тоже вышку оккупируют и будет больно в ноге. Один минус, отлично. Они все там в вышке. Это двинадцать минуты. А, там уже сбоку зашел. Где, в смысле? Этот чел меня не заметил, но ладно. Встанем вот в такую вот позицию и будем всех уничтожать. Блин, не положил. В смысле? В смысле у меня не стреляло? Нажимал на колку и стрельбы. Блин. А, я, кажется, понял, в чем проблема, дорогие друзья. Так, подождите. Управление, кастомизация. Вот тут мне нужно кнопочку немножко пониже сделать прыжка, чтобы она мне не мешала. Да, они будут переплетаться. Но ладно. Вернуться в игру. Так, мы будем посидать и так прыгать. В принципе, нормально. Ну, я его уложил так же, как он меня. Так, мы в плюсе... А, нет, мы же спецназ. Мы в минус на три очка. Блин. Патрон... О, чувак меня добил. То есть, помог мне мой чел. Который играет за спецназ. На пять очков мы все... Когда они обходят со всех сторон. Вот когда они обходят со всех сторон, в катке находиться нет смысла. Ну, блин, смотрите, что тут происходит. Они оккупировали со всех сторон, и играть в таком положении невозможно. Да, я понимаю, что есть такие люди, которые обязательно дойти до конца. Нельзя быть тряпкой, типа. Ну, а зачем тратить время в пустоту и сражаться с непобедимой командой. Лучше быть на месте этой непобедимой команды. Итак, у нас в ролике уже идет тринадцать минут. Меня какой-то мой друг приглашает в лобби. Да, кстати, я вам не показал, как создавать лобби. Вот тут заходим в колонку «Друзья» и нажимаем «Создать лобби». Здесь мы можем выбирать режим. Вы тут можете почитать. Накрытые я поставлю. Карты вы можете выбирать. И, соответственно, режимы. Ну, а это я не буду, пожалуй, этим заниматься. Пожалуй, я просто пойду в командный бой и покажу вам еще немножко, еще десять минут, что это такое. Карта «Виллоч». Очень часто она попадается, когда запускаешь этот режим командный бой. Итак, у нас происходит загрузка. Тут сверху вы всегда можете почитать советик. Вы можете обвинять 10 скинов, от той ценности на более ценный предмет. Используй крафт. Ну, в общем, сверху всегда смотрите в загрузочном экране. Можете себе там найти совет, который вам был необходим. Итак, загрузочка у нас заканчивается. Баба Капа. О, Баба Капа, она русская, так что добавляем ее в друзья. Кофе. Ну, самое с собой, какой-то кофе нафиг. Закупайся. Блин, блин, блин. Я не успел закупиться. Блин, и что мне? Я не люблю АВП. Вот есть люди, которые обожают АВП. Я не люблю АВП. Ты что лагаешь? Офигеть лагает, это за пипец. Блин, ну, пока что у нас идет загрузка, управление, кастомизация. Вообще, вот эта кнопочка. Так, подождите, давайте сделаем по умолчанию. И все заново сделаем так, как мне нравится. Так, у нас вот тут будет кнопочка выброса оружия. Это у нас все стоит по умолчанию. Но давайте все-таки применим, а? Может быть так вот. И мы сделаем вот так вот. Потому что там зона стрельбы, она мне не нужна. Разрешаемся в игру и... Да блин, идите уже убейте меня. Убейте меня. Я не хочу с АВП бегать, я не закупился. Убейте меня. А так, еще один русский появился. Надо его обязательно добавить в друзья. Будем развивать мою группу Дискорд. Покупаем М16 и погнали всех гандошить. Какое слово придумал, а? Беги, беги. Баба, Рюба, давай, 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 беги. Нахер. Блин. Все же меня уважил кофе. Какой нахер кофе? Вообще кофе не так пишется. Кофе пишется по-другому. Ес, ножик уложил. Фига себе профессионализм, анонизм. Я помню то, что у меня там ладит чел, но он, похоже, не хочет меня атаковать. Вот, сейчас я на более лучшей позиции. Мы оккупировали были. Эээээ... Спец... Давай, перезаряжайся ты. Да, ебти-мокки, долго перезаряжайся вообще. Вот, лучше уж быть в позиции оккупантов, чем оккупированными. Эту чувака мы угандошим. Перезаряжайся, наша девять из патрончиков. Это не дело. так лучше уж мы уйдем и так вот удачно зайдем ну конечно не совсем удачно но все же зайдем как раз 7 минут до конца матча давайте же не будем выходить отлично я его уничтожил как раз 7 минут до игру и заканчиваю ролик как раз более-менее нормально 28 хп я ему ой снес ладно погнали когда-то оккупанты намного лучше соответственно и двоих уложили и меня сзади уложил какой-то персик давайте его тоже добавим друзья так что все русские все мои братюни также я вам показал уже айди и мой ник так что вы всегда можете меня добавить друзья и мы вместе с вами поиграем как я уже сказал в начале ролика если за эти три обзорные части режимов ролика вы набираете 15 лайков то тогда я запускаю стримы вместе с вами мы поиграем и затащим все катки так где у вас челы были на 5 фигасе четыре человека это заспавнился в одном месте это это дичь это это дичь это дичь и от одни и не донес к сожалению 20 по большей стопе снес ну вот когда это оккупант когда ты в очках превосходишь противника это соответственно намного больше дает хороших позитивных что я его не глажил ощущение и так давайте сейчас мы пойдем немножко другой тактикой на балкончик так прыжок кнопки чтобы они располагались а тут можно упасть байли давайте так он будет как со снайперской винтовки стоять и всех уничтожать почти убил отличие даже выжил больше чего чел 8 хп байли немножко упать вот когда-то купать когда-то вправо слышь очках это это просто только позитивные вот это само собой так понятно логично прямо продали а вот даже просто всех уничтожил я таки знал я видел на карте но я решил не обожать внимание зачем пытаться поймать двух зайцев лучше поймать одному но гаранте Бонон. Блин, это прикольно, конечно, это был жестко с его стороны. Вот же он на балкончике, что ли? Нет, он не на балкончике. Его, похоже, убили. Вот этот крестик на гарке. Так, пока он не появится, нужно его не тратить патрончики. Он, походу, АФКшник. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Во, все. Хилл достался только мне. Но этот кофе потерпел поражение. Так, самое главное проверить, не сижу ли я, чтобы бег не был долгим. Отлично. Ну, блин, они отдаходят с той стороны, но самое главное не позволит сюда прорвать оборону, так сказать. Если это произойдет, это будет тертык. Это просто боль в ноге будет, на самом деле. Я не донес его! 58 хп! Ну, блин. Вот, чаще всего встречаю... О, блин. Одну и тушь цифру 58 хп. Цифру рассказал слово. Отлично. Один минус. Так, я, пожалуй, убегу, чтобы меня не надамажили. Вау! Вау! Он отлетел! Это просто было дичайшее наслаждение. Так, давайте же выйдем из прицела. В смысле, где красная точка? Ну, самое главное, пока что мне хп-шечка не сносится. Это самое главное. Только сказал, меня убили. Ну, как раз 3 минуты до конца матча я видел, что идет 22 минуты. Ну, вот, примерно 25 минут. Нормальный такой размер видео. Давай, стреляй! Ёбки-мокки! Она не стреляла. Сейчас я просто не стреляла. Не знаю, почему. Вот сейчас они могут прорвать оборону. Это нежелательно. Это было, просто на самом деле, болевая идея. Потому что если мы сейчас позволим им прорвать оборону в самый последний момент, это будет очень плохо. Перезаряжайся. Этот чел с акусиков, по-моему. Мне уже есть акусик, да? О-хо! Вау! Отлетел! Конечно, красиво! Но мне кажется, этот раунд за мной. За моей командой, правильно сказать. Так, чел! 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 Там персика, блин, стоял. Так, вот на вакончике. Или это знак, который еще не исчез? Да ты ебти-мокти, лагованная, дича! А-а-а! Так, у меня сейчас хп-шески 22 штучки. Это довольно мало. Дичь, дичь! Давай, давай! Доноси, доноси, доноси! В смысле? О боже! Ну ладно, с кем не бывает полторы минуты до конца матча, я думаю, 30 очков они не сумеют набрать. Знаете, я пойду лучше помогу, смотрите, уже они начинают немножко эти плюсики. Че, ути ты? Я его убил, и я его убил. Отлично! Итак, давайте пасти мою позицию. У нас ровно соточка очков одна минута до конца матча. Что они успеют сделать, это очень интересно узнать. Кто ее поддержит мое атаку, а то у меня разгрохнет, как пять пальцев. Да, вот зашли, конечно, по ним Боб зашел в гости, очевидно. Вот там укладывают блинский. Лучше я пойду помогу тут, потому что ну просто нельзя позволить, чтобы мы прорывали оборону в самый последний момент. Е, уложил еще одного чела. Читерская позиция этого чела. Его грот, конечно, дожди, я не понимаю. Так, ну в принципе 20 секунд 30 очков они не успеют, правильно? блин, одну, хотя нет, не одну тычку. 10 секунд. Ну что, дорогие друзья, я могу вас поздравить, первый раунд был неудачный, второй, наконец-таки, победный. Отлично. И причем я, а нет, я не лучший игрок, вот иногда непонятно, иногда сверху располагается так, что ты не понимаешь, кто ты лучший игрок или худший. это, к сожалению, непродуманная деталь. Ну, хотя как мы вообще продумать, там, цифрыки, что ли, один, два. Блин, вообще, что у меня монеток не дадут? Удача, 20, блин, мне, походу, вообще монеток не дадут. Ну, давайте же тут не будем долго затягивать, выходим отсюда. Ну, и что я могу сказать, дорогие друзья, если под этим роликом наберется 5 лайков, то тогда я куплю за 120 рублей 100 голды и открою один донатный кейс. Пытаюсь оттуда выпить керамбит, а если у меня это получится, я не знаю, какие у меня будут эмоции. Также, сегодня я вам показал режим командный бой. В следующем моем ролике я вам покажу режим закладки бомбы, но после следующем гонка вооружений. В общем, все режимы. И если за все эти режимы вы наберете 15 лайков в общей сумме, то я запущу стрим прям на ну, я выпущу дополнительный ролик за один день где-то за стрима, чтобы все увидели этот ролик. И вообще питаться лайков, набирать за этот ролик, я запускаю стрим, и вы о нем узнаете, пройдете, мы вместе с вами поиграем. Я вам показал мой ник, мой ID, вот сюда вот заходите, найти друзей, пишите сюда имя или ID игрока, и пожалуйста, находите кого угодно. меня вы можете найти, как я уже сказал, по моему ID или же нику. Ну вот и все, на этом первый обзор часть обзора этой игры заканчивается. С вами был канал Затоп Геймер, я Димон, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и как всегда, в описании я оставлю ссылку на меня, и на мою группу ВК, обязательно переходите по ссылкам в описании, и вы можете с вами попереписываться, и если вы пройдете по ссылке в описании, то возможно даже я вам выказкину мой Дискорд, и мы можем с вами пообщаться в реальности, так что, чуваки, все дело за вами. Ну, вот и все, на этом ролик окончен, всем удачи, и всем пока!